Да, коллеги, доброе утро. Навыки и профессионализм, наверное, самое главное в этой отрасли. Сегодня качественные снимки, они востребованы везде, и особенно в нашей сфере, в СМИ, в различных журналах, веб-ресурсах. И что позволяет качественно выполнять свою работу в этой отрасли, мы узнаем у члена Союза фотохудожников России. У нас Валерий Савлаев в гостях. Доброе утро. Доброе утро, хорошая. Что делает фотографию хорошей? Вот расскажите. Как сделать фотографию? Я думаю, что фотографию надо, прежде всего, любить, очень относиться творчески и серьезно подходить к фотографии. На мой взгляд, так, если кратко. Как вообще найти хорошего фотографа? Вот меня интересует. Потому что работает ли здесь такой закон, чем выше цена, тем выше качество? Ну, в настоящее время очень много художников, которые представляют очень такую разнообразную палитру, интересные, интересно работают. Но мне кажется, что это надо просто... Есть фотоклуб у нас в Ялте. Они могут подсказать, где рекомендовать какого-то фотографа. Но, наверное, это все-таки интернет. В интернете очень много. Если зайти в фотографии Ялты, то там можно и кратко посмотреть. Ведь каждый человек по-своему видит, по-разному, и уже выбирает для себя. Наверное, на таком интуитивном уровне уже выбираешь. Да, интуитивно. Потому что сразу подскажешь какого-то, как кого-то, да, можете не оправдаться. Доверие. Наша тема актуальна, потому что совсем накануне выбрали лучших фотографов в Ялте года. Очень много было достойных работ, представлено более ста. Когда-то в своем интервью вы заявили о том, что фотоаппарат — это продолжение вашей руки. Расскажите о самой любимой работе вашей. Ну, очень много фотографий у меня. В принципе, я архитектор, поэтому я вот фотографирую, когда в процессе движения так раз увидел фотографию. Ну, это надо уметь видеть. Ну, Ялта, зимняя Ялта. Она, знаете, непривычная. Все привыкли видеть Ялту такую светлую, солнечную. Без снега у нас, снега здесь не бывает практически. И вот вышел у меня альбом и говорит, почему так столько много? Ну, интересно мне просто видеть на контрасте Ялту зимнюю. Вот, поэтому... Ну, я вообще люблю фотографировать много портретов. Очень для меня интересует. Для меня любая тема, она представляет интерес. Начиная как от птички, цветочка и так далее. Важно уметь видеть, как сфотографировать отношения к этому. Особенно это касается человека. Очень много событийных таких фотографий у меня. Я вот... У меня в этом году юбилей, поэтому я планирую сделать такую фотографию, фотовыставку, да. И 35 лет я уже здесь. В Ялте. Да, это уже многих людей уже, к сожалению, события произошли. Представляете, я приехал, когда был еще Советский Союз, проснулся, оказался в Украине, а сейчас уже мы вернулись в Россию. Знаете, вот, целая эпоха. Поэтому если сделать такую выставку, я думаю, будет это интересно. Все-таки давайте о вашей любимой работе. Я услышала «Зимняя Ялта». Зимняя Ялта, да. С какого ракурса вы фотографировали, когда застали такой момент, когда есть снег у нас в Ялте? Это Поликуровский холм. Оттуда сфотографировал всю Ялту. Панорама очень красивая. Мне еще, я много и Ливадийском дворце снимал, много портретов еще. Ну, здесь ничего, о чем говорить, просто красиво. Ялта, она такая распространенная, вот такая панорама, в общем, видела, фотографировала. А сколько в целом работ у вас? Мне очень много. Трудно сочетать? Есть очень невозможность сочетать фотографии, потому что я постоянно фотографирую. И не просто, я если делаю, то много фотографирую. И я еще раз повторяю, что меня привлекает все. Мне интересно все. Я люблю, в общем, как человек относится к жизни, так он что видит, то и фотографирует. Ну, сразу видно, что вы очень любите свою работу. Спасибо огромное, что посетили нашу студию. Уважаемые коллеги, да, я думаю, что теперь у многих появилось желание записаться именно на профессиональную фотосессию. Ну, у меня, по крайней мере, точно. А у вас, коллеги, расскажите. Ну, мы бы тоже не прочь, но я считаю, что для этого нужен особый талант. А вот, допустим, у меня его нет. Спасибо, Лиль, большое. Желаем хорошего настроения, вам очень были рады видеть. И желаем вам крутого дня и классных снимков.